Здравствуйте! В эфире «Город Эсс» Татьяна Дмитриева. На какие налоговые льготы могут рассчитывать пенсионеры, ветераны и многодетные семьи региона? Какие изменения произошли в сфере имущественных налогов? Об этом говорим сегодня в нашей студии начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления Федеральной Налоговой Службы России по Самарской области Елена Данилкина. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. У нас прямой эфир. Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Елена Викторовна. Здравствуйте. Ну что же такое декларационная кампания? Что она предполагает? И сразу уточню, нынешняя кампания отличается чем-то от прошлогодней или все идет все так же, по тем же принципам? Ну, в начале каждого года уже, может быть, наши зрители уже смотрели наши передачи. Мы говорим о начале декларационной кампании. В период декларационной кампании у нас налогоплательщики, физические лица. Часть физических лиц имеет обязанность по предоставлению декларации 3НДФЛ, другие физические лица имеют право заявить на использование имущественных вычетов, социальных вычетов. И, соответственно, существуют определенные сроки представления таких деклараций. Но срок представления декларации, он относится только к тем налогоплательщикам, у которых существует обязанность декларирования. В отношении каких же доходов декларирование в обязательном порядке должно производиться? Это те доходы, ну, в общепринятом таком порядке, это те доходы, с которых не был уплачен налог на доходы физических лиц. Ну, в частности, это доходы, полученные от продажи имущества, находившегося в собственности менее трех лет. Доходы, полученные, например, от сдачи в аренду какого-либо имущества, в том числе и транспортных средств. Доходы, полученные от продажи доли в уставном капитале, от каких-либо выигрышей, ну и некоторые другие основания, которые в статье 228 Кодекса перечислены. Это можно посмотреть. И, соответственно, вот в отношении такой обязанности существует срок предоставления декларации, установленный законодательством. В этом году этот срок представления декларации 2 мая 2017 года. Вот мы же знаем из практики, что не все сообщают о том, что они сдают квартиру в аренду, тем более машину. Вот как с этим бороться и что грозит тем людям, которые, собственно говоря, не афишируют это и просто вот собирают деньги с квартиры съемщиков? Ежегодно в ходе декларационной кампании определенную часть, конечно же, декларируют такие доходы. Но по истечению срока представления декларации, то есть в этом году, после 2 мая 2017 года, налоговые органы уже начинают проводить определенные контрольные мероприятия. У нас все больше в практику принимаются сведения, обмен сведениями и с регистрирующими органами, с органами ГИБДД. И, соответственно, мы располагаем сведениями о продаже имущества, находившись, собственно, менее трех лет, либо по каким-то источникам, тоже имеем информацию, как мы назовем, из внешних источников, кто осуществляет варенду. У нас есть уже телефонный звонок от нашего телезрителя. Давайте послушаем. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Я Нина Михайловна. Я хочу задать вопрос. Вот у меня, как получилось у нас, у меня точка квартира на дворик оформлена и моя квартира. Я буду платить налог за полквартиры, что у дочери? Если, я так понимаю, вы, скорее всего, пенсионер. Да, я пенсионерка. Да. В отношении налога на имущество, которое принадлежит пенсионерам. С 2015 года законодательством предусмотрена льгота, предоставляемая пенсионеру, но в отношении одного объекта имущества каждого вида. Это квартира, жилой дом или гараж. В данном случае, получается, два объекта во владении пенсионера. Соответственно, льгота будет предоставлена в отношении одного, в отношении того объекта, по которому будет начислена наибольшая сумма налога. То есть, та квартира, которая полностью, я так поняла, владеет гражданка Данина Михайловна, соответственно, будет предоставлена льгота. А в отношении половинки будет начислен налог. Она должна будет оплатить его. Сейчас декларационная кампания только началась. А если говорить про прошлый год, подвести какие-то итоги, насколько самарцы активны были в декларации? Ну, подводить какие-то промежуточные итоги мы начнем уже ближе к концу марта. А по итогам, например, прошлого года и вообще, как практика показывает, других лет, в начальном этапе декларирование производят, конечно, те граждане, которые хотят заявить все-таки право на вычет. Те, кто обязаны предоставлять декларацию, они почему-то оттягивают этот момент на последние уже дни декларирования. И сейчас вот тоже в этом году такая же система прослеживается. Хочу сказать, что с каждым годом порядка на полтора-два процента граждан больше заявляют вычетов. То есть это, конечно, тоже говорит о том, что у нас все-таки больше получают граждане заработную плату, что стали получать больше все-таки белой, так называемой, заработной платы, потому что имущественные вычеты и другие социальные выплаты, которые все-таки государство увеличивает, они производятся все-таки с тех выплат, которые реальные, да. У нас есть еще один телефонный звонок. Послушаем. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Это экономик, господин Теяна Михайлович. Я бы хотел задать такой вопрос. Вот в прошлые годы были нам квитанции, счета за налог на квартиру, а за шестарский год почему-то не было. Вот ты уже семнадцатый начал, и до сих пор ничего нет. Ни сына, ни мне. Я, в общем, сам пенсионер. Мне в прошлом году не присылали уже, а сына, почему нет на него. У нас квартира проектирована на троих. Мы с женой пенсионеры. Ну, по поводу того, что вы пенсионеры, соответственно, если вы владеете вот этой одной, как бы одним объектом в долях, соответственно, пенсионерам налог не начисляется. Если других налогов не было, то, соответственно, налоговое уведомление и не направлялось. А вот в отношении сына, получается, вам нужно обратиться в налоговый орган или позвонить по телефону горячей линии, телефон контакта, который транслируется, и, соответственно, уточнить, почему не было представлено уведомление. Но я хочу еще отметить, что все-таки уведомление направляется заказным почтовым отправлением, и, соответственно, получать его нужно на почте в том отделении по адресу местожительства. Оно просто так не приходит в каждом почтовый ящик. Соответственно, его надо получать. И вот вопрос, было ли такое завещение, может быть, пропустили. И вот еще важное дополнение, на которое я всегда обращаю внимание, что если человек зарегистрирован в личном кабинете, то как раз вот по почте не придет уведомление. Да, это тоже ситуация, которая, может быть, ждет человека сам в личном кабинете. Это нововведение, которое у нас начало применяться с 2016 года. И, соответственно, налогоплательщики, которые завели, зарегистрировали личный кабинет, уже на почтовом носителе, на бумажном носителе не будут получать уведомления. То есть через личный кабинет можно сразу же и получить, и оплатить. И, соответственно, если будут выявлены какие-то несоответствия в этих уведомлениях, сразу же обратиться в налоговый орган. Понятно. А вот если можно коротко, форма декларации, она меняется сама по себе или остается неизменной? Форма декларации в соответствии с изменениями налогового кодекса, она, конечно, меняется. Но в данном году, за 2016 год, сейчас декларирование происходит, то есть в 2017 году за 2016 год, форма практически не изменилась. Единственное, там небольшие изменения по наименованиям каких-то позиций, которые в соответствии с кодексом приведения. На это можно обратить внимание. Еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте. Вот тоже не пришла квитанция за налоговую, по налогам. Поехали туда, в налоговую инспекцию, и сказали, что нет, когда с правой стоимости еще на жилье. Это было где-то в начале декабря. И сказали то, что, я говорю, что теперь делать. Сказали, в следующий год получится и за два года сразу. Дело в том, что все начисления по имущественным налогам, по земельному налогу, по налогу на имущество физических лиц, они производятся на основании сведений, которые представляются нам регистрирующими органами. И, соответственно, именно регистрирующие органы представляют сведения и о кадастровой стоимости имущества. Кадастровая стоимость – это как раз та налогооблагаемая база, исходя из которых производится, соответственно, с определенными расчетами и ставками налога, уже сумма налога, которая подлежит к уплате. Дело в том, что по кадастровой стоимости у нас производилась сверка баз данных. Еще дополнительно кадастровая стоимость, если она, в принципе, имеется в регистрирующих органах, то, соответственно, вносили в базу данных налоговых органов. И поэтому, действительно, по итогам уже 2016 года, когда будет производиться расчет, и сразу же тогда будет в налоговом уведомлении отражено расчет за два года. Но хочу сказать, что еще и такие расчеты могут налоговые органы производить за предшествующие три года. То есть это законодательством предусмотрено, вот даже вот в таких случаях, при получении сведений необходимых от Росреестра дополнительных, может быть произведен расчет за предшествующие три налоговых периода. Еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Голубева Елена Николаевна, я вам попал в вопрос о налоге. У меня ребенок инвалид, инвалид детский, ему 10 лет, пришел налог на жилье, на имущество. Вот. И еще пришло на капитальный ремонт. Вот как, да, какие же годы, и как вот в этой ситуации. А кто собственник этого имущества? Ну, собственника у нас три, значит, я, одна четвертая, старший сын, одна четвертая, и вот маленький ребенок инвалид детского, одна вторая зона. На него пришел налог на имущество. Ребенок пришел и на аппарате инвалид детского. Соответственно, вот в данной ситуации можно что пояснить. Налоги начисляются собственником объектов имущества. Соответственно, в данном случае каждый собственник рассматривается как плательщик налога. Льготы предоставляются вот плательщику налога. Соответственно, если льготы положены налогоплательщику, необходимо предоставить заявление и документы, подтверждающие право на эту льготу. Соответственно, если вот ребенок несовершеннолетний или там недееспособный, там я подробностей так не поняла. Поэтому в налоговый орган, в любой налоговый орган, вот мама, в частности, за ребенка может предоставить документы, утверждающие право на льготу, взять заявление. Соответственно, в таком же порядке, как вот я и прежде сказала, эта льгота может быть предоставлена за предыдущие три налоговых периода. Если своевременно не были предоставлены документы, документы в налоговый орган не поданы для предъявления, для предоставления льготы, то, соответственно, это можно пересчитать за предшествующие три налоговых периода. Послушаем следующий вопрос. Добрый вечер. Сдавайте свой вопрос. Добрый вечер. Приветствую вас. Подскажите, пожалуйста, был продан автомобиль в 16-м году. Время владения автомобилей больше трех лет. Нужно ли подавать налоговый декларацию? Нет, декларации обязанности подавать у вас не будет, потому что, как вы говорите, объект находился в собственности более трех лет. И еще нам поступил вопрос до начала эфира. Надежда Ивановна интересуется, сообщает, что у нее была переплата по транспортному налогу. Ее не вернули, объяснили, что прошло уже три с половиной года. Вот в такой ситуации что-то еще можно вернуть или это уже все? В такой ситуации можно только по решению суда обратиться в суд. По решению суда, скорее всего, обозрение будет произведено. Если вы хотите сообщать о том, что у вас есть переплата, обратитесь, или это только заявительный характер, что если есть переплата, должна была она сама заявить? По налоговому кодексу такая позиция существует, что налоговый орган обязан сообщать о наличии переплаты. Я не могу сказать, было ли сообщение или нет. Наверное, нет, раз не получилось. Значит, вот эта дата три года, обязательно нужно все к истечению этого срока перепроверить, есть ли переплата, чтобы вернуть деньги. Да, конечно, лучше следить за своими расчетами с бюджетом, тем более, когда имеются объекты в собственности. И, конечно же, самый удобный способ, чтобы постоянно обеспечивать уплату налогов или выяснять какие-то вопросы, это лучше подключиться к личному кабинету налогоплательщика. Это можно сейчас сделать в любом налоговом органе при наличии паспорта и ННН. В любое время в любой налоговый орган обратиться и произвести подключение. Еще поговорим о льготах для пенсионеров и многодетных семей. Сегодня такая больная тема, все за этим следят, за выплатами. За выплатами, по льготам для пенсионеров в 2016 году первый раз мы начисляли налог по имуществу, исходя из кадастровой стоимости, за 2015 год. И в отношении пенсионеров изменения были такие, что льготы теперь предоставляются пенсионерам только пенсионерам в отношении одного объекта собственности каждого вида. Это квартира, дом или гараж. При этом нежилые объекты, они уже не льготируются. И, соответственно, если есть в наличии более одного объекта, то, соответственно, по остальным объектам будет исчислен налог. По поводу многодетных семей в 2017 году за 2016 год будет действовать льгота на территории Самарской области по транспортному налогу. Вот это первый раз была введена эта льгота, и с этого года она будет действовать. Поэтому многодетные семьи могут обратиться в налоговые органы, опять же, с заявлением и с документами, подтверждающими право на эту льготу. Перечень документов, он перечислен в законе о начислении транспортного налога по Самарской области, номер 86 ГД. Можно зайти на сайт и узнать. Еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, льгота для инспекции стоит на квартиру или на недвижимые имущества? По имуществу, да, льгота предоставляется. Только, опять же скажу, на основании документов, подтверждающих льготу. Поэтому эти документы должны быть предоставлены в инспекцию, и уже при рассмотрении этих документов будет уже точно сделан вывод, предоставляется или нет льгота. А что может послужить основанием для отказа в приеме налоговой декларации? Люди вот принесли, все оформили, а не приняли. Бывает же такое? Ну, в основном это три момента, но они так, в общем-то, исправимы. Если налогоплательщик, во-первых, самостоятельно предоставляет декларацию и предоставляет ее не по месту жительства, налоговый орган не по месту жительства. Второй момент тогда, когда плательщики предоставляют, вернее, физическое лицо за какое-то другое, за какого-то другого гражданина представляют декларацию без доверия. И, соответственно, тоже будет отказ. И если не по той форме предоставлена декларация, потому что, как я уже и говорила, декларацию также можно предоставить за три предшествующих налоговых периода, и, соответственно, за каждый налоговый период должна быть предоставлена своя действующая на тот момент форма декларации. Понятно. Еще один вопрос от нашего телезрителя. Добрый вечер. Представьтесь, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Борис. Я продал фирму. Фирма была 10 лет, один учредитель. Как? Надо ли платить? А вот в какое время? Я так понимаю, у вас была продажа учредительства доли в основном капитале фирмы в каком-то другом лицу. Соответственно, здесь в любом случае должна быть предоставлена декларация до 2 мая 2017 года. В 2016 году, да, я сказал, продажа была. Соответственно, до 2 мая 2017 года должна быть предоставлена декларация с указанием дохода и расхода на приобретение этой доли. Ну и дальше расчет уже, это в порядке расчета можно посмотреть. Налоговый идет навстречу налогоплательщикам. Вот очень много граждан регистрируется в личном кабинете. Много преимуществ. Скажите, вот эта тенденция, она понарастающая идет? Вот есть все-таки эффект от таких вот вводимых новых инициатив? Ну, мы, в общем-то, большую информационную кампанию проводим по этому вопросу. У нас есть и выезды мобильных групп, и вот в частности будут организованы всероссийская акция Дни открытых дверей будет проводиться 14 и 15 апреля 2017 года. Вот в эти дни, ну, и большее количество специалистов будут готовы проконсультировать каким-то образом людей, граждан, которые будут обращаться. Соответственно, сразу же можно будет и подключиться к личному кабинету, и, возможно, увидеть какие-то задолженности, которые не предполагалось, что человек, например, знает, что у него есть долги по уплате налогов. Задать вопросы определенные, в том числе и заполнить декларацию сразу же по 3НДФЛ. У нас в Самарской области больше 500 тысяч уже граждан пользуются личным кабинетом, и, соответственно, конечно же, это намного удобнее, чем личное. Согласна с вами, как пользователь личного кабинета. Следующий вопрос послушаем. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Алло. Да-да, говорите. Будьте любят, задайте вопрос, или я задам вопрос. Задавайте. Мы с бабушкой оба инвалиды, первая и вторая группа. Вот. Нашет капремонтов. Вначале говорил им Меркушкин, говорил им, в газете писали, что она уже возраст, бабушке 80, мне под 80. Вот. То или не платить, или какие-то льготы, половину должны платить. И что-то молчок-волчок. А присылает полную полуоплату нам. Скажите, пожалуйста. Вот так. Спасибо. Ну, я, к сожалению, прокомментировать не могу. Это все-таки социальное обеспечение. Да-да-да, что были такие разговоры. Поэтому это не мои компетенции, это все-таки надо в социальное обеспечение. Но по налогам все-таки, вот если что-то можно, есть какие-то возрастные рамки? А если по налогам они уже граждане 80-летнего возраста, это, конечно же, они пенсионеры. И, конечно же, они имеют право на льготу по налогу на имущество, как я уже говорила. Так как они еще и инвалиды, то если имеют земельные участки, то тоже предоставится льгота в размере 10 тысяч рублей от кадастровой стоимости. Ну, а если есть транспорт, менее 100 лошадиных сил, то тоже предоставляется пенсионерам 50-процентная ставка налога. Угу. Следующий звонок. Добрый вечер. Представьте себе ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Наталья Николаевна вас беспокоит. Вот, значит, я тоже пенсионерка. У меня две жилые объекты. Жилые два объекта. Значит, на один я получаю льготу, на вторая, вторая квартира, получивка двухкомнатная по кадастровой стоимости. Вот у нас, например, на работе, да, двухкомнатные хрущевки, во много раз меньше прислали налог. Мне 600 рублей. Где эту кадастровую стоимость узнать? Я повторюсь, наверное. Кадастровая стоимость предоставляется в налоговые органы из органов Росреестра. И кадастровая стоимость определяется именно этими органами. Расчет кадастровой стоимости или какое-либо изменение кадастровой стоимости налоговыми органами не производится. Поэтому по размеру кадастровой стоимости надо обращаться вот именно в органы Росреестра. Да. Ну вот еще одно нововведение. Неквалифицированная электронная подпись. Вот можно в нескольких словах, что это такое? Это как раз... Или это не нововведение? Нет. Ну, это с второго полугодия 2016 года в личном кабинете налогоплательщик может получить вот эту неквалифицированную электронную подпись. Для чего? Для того, что все-таки в личном кабинете налогоплательщика конфиденциальная информация находится и в отношении его и объектов, и каких-то других вопросов. Соответственно, именно для предоставления документов, в частности, вот декларации 3НДФЛ, когда платежщик заявляет или имущественную вычит, или обязанность по декларированию производит. Соответственно, для того, чтобы налоговый орган принял эту декларацию для проведения дальнейшей камеральной проверки и производился обмен сведениями через личный кабинет налогоплательщика, для того, чтобы подтвердить его персонифицированный статус, вот именно вот эту подпись должен платежщик получить. Понятно. Следующий вопрос от нашего телезрителя. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Меня зовут? Да-да-да. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я в наличии, ну, между мной чистят эксплуатационная квартира и свой частный дом у меня. Налог я должна платить за что? Так как два объекта с разными, два разных вида жилых объекта, это, получается, жилой дом и квартира, соответственно, по каждому виду, по одному объекту, пенсионеру предоставляется льгота. Соответственно, если уведомление человек не получил, ну, значит, льгота предоставлена, все правильно, все верно. Да, и вот еще одно нововведение, опять же, такие мобильные налоговые группы, да, выезжают в разных районах, появляются в городе. У нас есть сюжет как раз на эту тему, чтобы люди знали, что это такое, с чем можно туда обратиться. Мы его посмотрим, потом будем завершать. Налоговая инспекция с доставкой по месту жительства. В Самаре начал работать мобильный налоговый офис. Инициативу поддержала городская администрация. И вот по субботам с 11 до 2 три микроавтобуса с символикой Федеральной налоговой службы выходят в рейс. В эти выходные выездная налоговая приемная работала в микрорайоне Волгарь Кубышевского района Самары. Меня интересовал вопрос о получении логин и паролю в личный кабинет. Очень удобно, мое впечатление, потому что я недавно родила, и мне как бы нет возможности выезжать сейчас куда-то в налоговую службу в рабочие дни. И вот такой выезд, я живу в соседней доме, мне очень удобно, я вышла, просто ребенка оставила в выходной, папа, и быстро решила свой вопрос. Первый опыт работы мобильного офиса показал, что от посетителей нет отбоя. У многих жителей просто не хватает времени, чтобы доехать в налоговую инспекцию. А здесь можно получить ответы на все вопросы. По имущественным налогам, льготам, налоговым вычетам, подключению личного кабинета. Первыми в маршрутную карту включены самарские новостройки. Дальше проект должен охватить все районы, вплоть до самых отдаленных уголков Самарской области. В связи с тем, что у нас проводится информационная кампания по имущественным налогам, мы подготовили заявление о предоставлении льгот налогоплательщикам, если к нам обратятся по этому вопросу. Бланки уведомлений о выбранном объекте, льготном объекте по налогам на имущество. А также сообщение об объектах налогообложения, в том случае, если налогоплательщик не получил уведомления об исчисленном налоге. Мобильный офис должен повысить и собираемость имущественных налогов, а потому выезды будут продолжаться весь год, по два раза в месяц. А если посетителей будет много, они перейдут в еженедельный режим работы. Причем в планах выезды и на крупные предприятия по заявкам работодателей, чтобы люди могли воспользоваться услугой без отрыва от производства. Еще один звонок премиум. Пожалуйста, добрый вечер. Задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Мы с супругами пенсионеры, я пенсионер работающий. У нас есть квартира. Купили еще квартиру. Нам 13% можно вернуть или нет? Да, если у вас есть, во-первых, доход, с которым вы плачете удерживается, вернее, 13% суммы налога, соответственно, с года приобретения квартиры и далее при получении дальнейшего дохода вы можете предоставить на получение имущественного вычета. Но для пенсионеров у нас еще распространяется такое положение, что если были доходы до приобретения объектов собственности в течение четырех предыдущих налоговых периодов, то пенсионер также может предоставить декларации 3НДФЛ, в которых заявить имущественный налоговый вычет. То есть за предыдущие четыре года, если были доходы, и далее уже последующие периоды, когда будет доход получаться, удерживаться налогом. Спасибо большое. Наше время эфира завершается. Спасибо еще раз за информацию. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»